Игорь Владимирович Глек родился 7 ноября 1961 года в Москве. Советский, российский гроссмейстер, тренер, арбитр, организатор и политик. Имеет пятерых детей. Мы в гостях у вице-президента Шахтной Федерации Москвы Игоря Владимировича Глека в гостях. Клубе Аристократиумана Никулинской. Спасибо за приглашение. Также Игорь Владимирович является недавно избранным президентом Федерации Шашек города Москвы. Муниципальный депутат района Тропарева Никулина. Международный гроссмейстер, опять же, 12-й по рейтингу на пике своей карьеры шахтной. Итак, давайте начнем, может быть, с истоков. Игорь Владимирович, мы с вами, в общем-то, давно знакомы. Что известно о вашей семье? Вот мне ничего не известно, например. Папа, мама. То есть, как вы вообще в шахматы начали первый шаг? Приветствую Сергея, приветствую всех, кто слушает, смотрит. Максим. По поводу начала моей карьеры шахматной, ну, это было в районе 6 лет, меня научил играть папа. Ну, и так получилось, что многие родственники играли в шахматы, там, понятно, что у меня далеко не на профессиональном. Но на неплохом, так сказать, любительском уровне, где-то порядка между вторым-третьим тогдашими спортивными разрядами. Тогда не было, в те советские времена, не было юношеских разрядов. Если кто помнит, был четвертый разряд, когда-то до этого был, в какой-то момент, пятый разряд. Ну, кстати, вот неплохая система сразу, сразу касаясь этого дела, могу сказать, что смотрится логичнее, по крайней мере, для шахмат, шашек, других интеллектуальных видов спорта, что нет юношеских разрядов, точнее, не было. Часто уравняли сейчас Министерство спорта своей единой всероссийской спортивной классификации, приравняло физические, интеллектуальные виды спорта, три спортивных разрядов взрослых, так сказать, и три юношеских. Ну, вот это, на самом деле, немножко, если по другим видам спорта, это логично, наверное, да, где, в первую очередь, физические качества требуются, то у нас, где в шахматы играют, там, от четырех до ста плюс лет, в общем-то, возраст не настолько, возраст, по крайней мере, не самое главное для результатов. Вот, и логичнее было бы сделать уже четвертый, пятый, шестой разряд. Опять же, вспомним, может, песню Высоцкого Владимира Семеновича незаметную. Я был слесарем шестого разряда, но если я слесарем шестого разряда, почему не могут быть шахматисты или шашисты шестого разряда? Это лишняя мотивация, в том числе и для взрослых. Не только у юных любителей шахмат, шашек, но и у взрослых. Также существуют амбиции, существует желание побеждать, желание как-то выделиться, получить разряд и так далее. Вот, так что немножко отвлекся я от темы. Вот, и мне там, наверное, повезло, да, что в семье многие играли, действительно. Папа, дедушка, дядя, дядя, примерно, в общем-то, ну, относительно относительно неплохому любительству. Играли, безусловно, это способствовало быстрейшему родственники, которые приходили в гости. Ну, они, собственно, приходили, мы дожили, тогда вот в квартире жили только папа, ну, вот, ботоверный брат мой, с которым мы тоже много играли, в общем-то, он тоже неплохой, даже, по его рассказам, даже когда-то удалось первозрядника обыграть в студенческих соревнованиях. Ну, вот, а дедушка, да, а дедушка, мы, когда я к нему в гости приезжал, мы иногда играли с дядей, да. Это все московский регион, да? Это все в Москве было, да, это все было в Москве, в центре Москвы, в основном, в Москве тогда была и поменьше немножко. Вот, так что, да. И вот, касаясь, да, может быть, я вот знаю, что многие тренеры, родители спрашивают, такой вопрос встает часто. Прежде всего, родители, конечно, относятся, иногда слишком, как бы, как бы сказать, слишком... Ну, я не скажу, неадекватно, опять-таки, тишка на такое сильное слово, но он придаёт много, слишком много значения, результат, особенно в начале карьеры. Я на это говорю у своего, про эти учеников, что результат, пока вот ты растешь, это не самое, далеко не самое главное. Важно, чтобы ребенку был интерес, чтобы желанием мотивации, была мотивация, интерес заниматься, чтобы ребенку нравился сам процесс. Бывает так, что, конечно, и ребенку, прежде всего, он почему занимается, ему нравится выиграть. Я сам, наверное, так же, для меня, в первую очередь, когда я начал заниматься, для меня, не столько, там, красота игры, конечно, привлекало, а именно спортивное желание выиграть, там, да. Какие-то, да, какие-то, да, вот, ну, как смотрю по телевизору, другие виды спорта, и чтобы кто-то побеждает, но и мне хочется побеждать, да, вот, ну, и поскольку начало не в более-менее полчаса, так, вроде, пошел процесс. Ну, вот, хочу сказать, что, например, вот мой папа, так, в принципе, который, сам, опять же, все-таки, что-то в шахматах понимал, да, он, так, достаточно мудро, я считаю, вел по жизни, то есть, никогда, там, в случае поражения, не говорил, ты чего там проиграл, ну, как я вижу, родители многие. Опять же, все индивидуально, конечно, кому-то может быть, да, для того, чтобы совершенствовать, нужен под затыльник, условно говоря, не призывается, ну, какой-то, да, какой-то, может быть, относительно жесткий, например, ну, а ребятам, действительно, которые мы, которые сами идут, и, в общем-то, особо с трясками, мне никогда не нужного с тряска, папа иногда так чуть-чуть потруднил, только, вот, и там, про вечно играющий проигрывать, и, когда я там, ну, меня это, наоборот, немножко, не, не тоже злило, даже, проигрываясь, как-то так, немножко, да, мотивировало, действительно, вот, мотивировало, да, что, а, ты там, считаешь меня проигрывать, да, нет же, я докажу, что, ну, опять же, это и воспитание характера, что очень важно, все чемпионы мира, в общем-то, почему именно они стали, да, потому что где-то характер у них было чуть-чуть побольше, чем у других претендентов на это звание, ну, скажем, вот, метод, скажем, папы Гатты Камского, который был, по-моему, какой-то там, мастер по боксу, да, есть и другие известные, я лишь не видел, как вы, вот этих, ну, то есть, говорят, прям, прикладство, предельно жестко было, ну, не только Гатты Камские, есть же другие, мы не можем сказать фамилии, как бы были свидетелями, на стороне, я вижу, периодически, да, что такие довольно жесткие меры, и, как бы, это тоже, наверное, исключение, но имеет даже место быть в шахматном мире, правильно, ну, опять, кому-то это может быть и нужно, кому-то, да, некоторые дошли после такого воспитания, скажем так, в кавычках, они дошли до чемпионов, там, чемпионок и так далее, правильно? Да, я вижу, что это не мой метод, да, но, как говорит, тут уж родители сами выбирают средства, я извиняюсь, но я слышал про вас точку зрения, что вы такой мягкий тренер, это правда или нет? Ну, как мягкие? Ну, скажем так, вот, без таких особо жестких, ну, и, конечно, я не, я говорю, что я, в общем, не стану... Или бывают все-таки такое, что... Ну, опять, тут надо чувствовать грань, тут надо чувствовать, все очень идеальное, именно хороший тренер, он, богатый тренер, он почувствует, кому, кому можно, кому нужно даже сказать, там, что-то более, такое, жесткое слово, а кому наоборот, кого подбодить, утешить, вот, тут очень тонкая грань, да, поэтому, универсальных рецептов, я скажу, что вообще не существует практически, в таинственном деле, вот, все, опять же, зависит от опыта тренера, от его умения понять, заглянуть в душу ученика. Кстати, я перед вашей встречей разговаривал с нашим знакомым, Эльцем Николаевичем Утенковым, измитичный тренер, известный достаточно, и вот он как раз, я говорю, а как, вот, у нас сейчас новые таланты появились, там, Рома Шакджиев, который, там, с пяти лет начал, даже сейчас, в фейсбуке Мельсутовский, про него написал, по-моему, вы, наверное, его видели где-то в турнирах, приезжал сюда, да, на Тропоревске, по-моему, Ладьев, или, как он турнир, да, да, он играл, да, да, он играл, да, в Паладель, Табр, в флаге играли в нашем районном празднике, красном бульваре, вот, да, 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 и я думаю, а как вот, у Александра Николаевича говорит, ну, таких примеров очень много, играет и в Москве, и вот, например, Самуэль Рышевский, он там, семь лет давал сеансы одновременной игры, но, как бы, он далеко-то не продвинулся этот самый решетки то есть все будет зависеть в смысле он не стал чемпионом и родами разве что не стал да так то он сколько раз это не в президентах играл там его сильнейшим шахматистом америке до фишера сколько он был да и там входил в тройку кто там считаться тот же фишер в своей книге пишет партии писал кто считались самые главные соперники советских матиста до григори чешевский найдорф да ну вот хорошо в нашем чате я тут выписал себе есть вопрос от березина виктор геннадьевич из дубны в каком возрасте надо начать заниматься шахматами чтобы добиться там 2 400 до 500 и в каком возрасте чтобы добиться 26 ну готовы опять же ими кажется невозможно давайте им хотя бы коротко ответим полно случаев когда действительно ребят начали рано и помогало я вот жалею например что чуть-чуть умела хотя начало 6 лет нормально да но секс у меня отдать только четвертом классе вот нижних чем я могу на предведи правитель что там было написано на доме это был басман и красные ворота вот там было написано шанс прием всех шахты четвертого класса хотя уже в принципе потом я когда туда пришел выше что мы будем юные ребята то есть можно было перман зайти слева да не то что бы да ну просто как ведь формально опять же были а кстати вернемся к родителям у вас же маму по-моему очень известный конструктор начальник бюро в круче она как бы тоже было способствовало тому что одобряла эти шахматы но она была больше лет начальником в кп всю жизнь работ проработал заводе хрунчево больше 10 лет было начали возглавляла конструкторское бюро ну да в те годы когда еще ракеты поменьше падали конечно не все не все говорят докладывали были несчастный случай насколько помню тогда тоже но как-то все таки первенство было по крайней мере вот да и детстве отнимался шахматами баскетбол какое-то время шашки на снимал основу поэтому пару месяцев вот тоже тоже я считаю где-то помогло немножко полезный я главное а у целом конечно тем кто заниматься ритуальными видами обязательно заниматься каким-то хотя бы одним физически таким ну и нам как фишер нет нет но фишер опять же в песне было и бить человека по лицу я с детства не могу да вопрос такой да а вот футбол баскетбол там на стороны теннис теннис плавание да ну конечно это на сборку вообще те игры играли с удовольствием хорошо вот тогда такой вопрос возникает у нас шахматисты из подольской известный тренера достаточно активного в чате у нас сергей петашев петашова он спрашивает сколько должно пройти времени если отсутствует прогресс и для того чтобы сказать ребенку что это не ваша есть вообще такое но у него заинтересовывать вопрос поэтому мне не понятно что в общем то вопрос очень логичный один из самых главных да ребенок старается старается как бы опять же я считаю моя личность что главное чтобы это приносило удовольствие пусть там опять если он результатов у него может быть до меньше его ожиданий там или ожидания родителей в первую очередь да ну что делать да тут действительно опять же существует существует решение задач на это собственно даже под вид такой да по нему разряда присваиваются вот бывают бывают ребята которому не комфортно как будто другим быть интроверты да вот для них действительно там решение задачи познание мира красоты шахмат тоже вариант я не думаю что это плохо да точно понять что это неплохо вопрос насколько действительно это соответствует ожиданию родителей их программы задачи которые стоит перед ребенком вот но в целом и что я могу сказать любой даже опыту с минимальными способностями при определенной работе достичь ну как минимум первых разряда кандидата любой сможет да вот у меня был студент когда я преподавал в рубашке в спортивном университете вот но он был ставил здоровье ну где-то скажем так примерно можно так сказать но полу дал дом на 5 я ничего плохого абсолютно наоборот даже тот мы сейчас не будем из-за уходить из-за уходить да но вот я к тому что действительно главное что мне кажется что важно очень чтобы ребенка сломать нравился когда им успехи придут ну конечно у кого-то больше кого-то ведь тут уж все-таки до особенности никогда не деть но вот до 5 когда сказать ну к тому же еще часто вот у меня самого так часто протекала там какой-то идет идет потом бац выстреливать вот там ничего не происходит там у вас да да ну и многих конечно я знаю коллег ну или скажем тот же я не помню тоже уже было конечно да но есть какой-то застой и теперь друг раз рву да нет пойму сам три года занимается у нее ничего не получается туда тут или вопрос в качестве тренировок или у действительно опять же ребенок может быть да и не несколько чтобы бесталантный но мне не хватает характер них мотивации где-то вот он тоже такие случаи бывают так то в принципе занятиях даже нормально решает а вот а вот что-то ему мешает на соревнованиях себя проявить должного образа какой-то отсутствие боевизны и наоборот опять же будет наоборот часто случае что ребенок рано выстреливает но почему не благодаря способности удар а благодаря скорее тоже у меня есть примеры были чемпионами в самом юном возрасте а потом ничего дальше особо сдувались ничего особо больше не завоевали почему но это обусловлено тем что у них было это общее только на развитие сильная рано с ними рейтлин начали заниматься читать писать там условного считать рано начали вот и это все условия конечно это и помогает но опять же ты не дает ответ на вопрос если он специфические шампутные собственности вот это уже такая она может выстрелить и в действие там может и в 16 может и в 30 уже меньше вероятность но тоже и тоже из лучших фарсон в общем был тот же давно да тоже все то что тоского фейсбук была статья роберт сибирь не который там своих успехов достиг сорок чем-то лет на и высших да то же да это ничего особенного такого да вот поэтому тут ну кстати вот сергей мусеряев из зеленограда спрашивает сколько часов в день решать задачки конкретный вопрос такой прямой как определять тренировочную нагрузку как подводить себя к ответственным соревнованиям чтобы соответственно на пик до подойти верю что москвы там я не знаю почему я на сколько решать чем больше ты решаешь в как любом деле чем больше время ты отдаешь этому тем тем по идее больше должна быть отдача порядок тут также опять зависит от эффективности там можно если это можно за один-два часа выстроить поработать более эффективно чем за 5 это же другой вопрос но в принципе понятно что чем больше ты даешь но он тоже рейтинг заниматься но если ваш ребенок может час заниматься хорошо может пять часов заниматься и кращу лучше да и красно да понятно что один час но все-таки маловато будет для того чтобы резко прогрессировать а если 5 хотя бы два три часа в день главное регулярно опять я тоже своим родителям говорю пусть по чуть-чуть им дать да лучше есть допустим у вас там время ограничено сейчас понятно сейчас у многих там все сексы разные школы дома не все перегружены ужас конечно да так со стороны вспомнишь вспомнишь свое детство до жалеешь немножко да вот ну опять сейчас время такой сейчас нужно две-три профессии минимум что все таки можно было на профессию себя забил и хотя тоже у меня ответил делаю было инженерно-экономическое специально издаешься подобный шахматная так что вот но вот к этому собственно чем больше да все ваших руках в вашем спасении утопающих делаем давать от шахмат немножечко лечемся да николай валиф терентьев наш общий знакомый поздравляет вас с избранием руководителя федерации шашек москвы спасибо чему шашка сибы какие первые шаги вы хотите сделать чтобы популяризировать двинуть вперед есть какие-то вот конкретные ну да не многие тоже или это связанные с шахматами то есть как бы аналогично я построю весь не для действительно знакомый даст я спрашиваю еще ну в общем туда это с одной стороны действительно новая заботы новой ответственности были все-таки до шашки сейчас не самый популярный хотя занимается много там статистики занимающихся и играющих чисто занимал себя достаточно много да если я начал изучать недавно всякие видеоресурс много видели обучающих тоже видео много очень много вот они чем-то похожи по-моему но опять же мне как бы у меня есть и личные какой-то объективный субъективные причина вот почему я действительно решился на такой хотя понимаю что действительно его первые шаги показывают что не факт что все будет просто все-таки игру я в детстве немножко занимался вот так получилось что у меня где в школе где учился мы в шахматной выигрывали перестроенные шашки шашки белая чудо шашки в классом старше учился там приятеля он ходил также во дворец пионеров на оленьских горах сейчас городской дворец пионит дворец на воробьевых тоже стал был одним сильнейшим шашистов москвы жили гурков вот поэтому когда я постоянно мы общались но я знал что происходит не решать тем более нас все-таки была дюшакова сборал александр николаевич костев там она была и по шахматам по шашкам случаем потом несколько работал густения по шашкам вот вот поэтому как-то никак не дежурный был второй разряд когда вы выигрывали 1 района даже разряда получил 3 2 присвоить ну потом к пару месяцев я занимался в стокольническом доме пионеров но потом бежит сложновато все замещать шахматы баскетбол решили что все-таки до шахма идет ну и это были гораздо популярнее и шашки вы потом ну да но регулярно как бы да вот спартаки играл в прошлом году за западный округ любительских спартаки один в августе в суздале а в суздале там владимирская область нашу знаменитый владимир суздальской княжества бывшие да я туда приехал туда туда же ковровец да знаешь места где я в армии проходил так что где-то земляки вот и как раз на президент федерации у них там владимирской области единая федерация шахматы шахматы что принципе я считаю не совсем плохо да учитывая опыт китая кстати где вот они все вместе интеллектуальное взаимодействие где китайцы каждый год проводит всемирные интеллектуальные игры я думаю это очень правильно вот но и как раз поезд много лет проводит эти совместные в этом году то были шахматы шашки русские шахматы год там еще новую игру придумали интересную вот то есть такой творческий всегда был я сам да опять я у меня опять когда придал рубашки в этом стиле николаевская женская она сейчас во внеевке работает примет научный сельский институт примет спорте мы создали проект школьные интеллектуальные игры интериады не только школ да кстати было сильного сочетания шаштамщики без спорта сколько руковод и и муж михаила василов он завкафедра киберспорта сейчас губки о душе даже киберспорт сейчас сам знаешь как такие вот надо мне совсем до миллиарды там сниверные премии миллион ребят привезли но медов дома а вот собственно нашего те же блиц шахматы то есть это собственно его можно при желании и киберспорту отнести делать владение мышкой упомянуть онлайн пуля там пуля давай да да ну конечно вот так что данные еще были разные выделяем и запустили и золото и мероприятие от правительства москвы не ваш организаторский сильнее золото там как раз шашки они тыквами играли его как раз приглашали тренеров давай небольшой мастер-класс как раз и наши ребята и студент торговка а в уфте же вы говорили даже преподавал сашки для факультативный предмет для педагогов ну то есть какие-то личные все-таки до постоянно сообщаешь но и опять же сейчас к чему какие у нас спасли буду вижу что очень много таких действительно проблем общих какие-то прежде все это вот во первых на у нас нет москве хорошего помещения где могли проводиться массовые соревнования такие компенсации в россии сейчас в сочи проводит а в лоу да ну почему не москве иногда провести ну в лоу море наверно да ну море да ну москва тоже опять же лишь ли зимой что море в таким комплексом должна быть и гостиничные наверно какая инфраструктура и так далее конечно не на москве все-таки косить не имею ввиду рядом с этим местом ну это желат предполагаем конечно да ну как в ереване у них у них есть при академия большая там небольшая гостинице есть да вот то есть нам нужно без словно место для играть и более учитывая последние все эти моменты чтобы был специальное помещение где соответствую всем нормам антититрский контроль условно говоря да вот где и шахматы и шашечные это мы сейчас и по соревнования и по разным видам спорта спасибо при живут мы общаемся с максим паташов известный магистр что-ли-когда и президент всероссийского спортивного бриджа тоже у всех проблемы что негде играть при том что во всех прибалтийских столицах закавказских то есть даже в среднем скидане бекистана туристов местного хранения или приезжал 1 месяца что я да там тоже у них дворец есть ну как в дубае снигу и покупать ну а в россии казань как и массив тоже нормальный они по крайней мере мал маска москвеж который в общем да ну не усики москва тогда с центром шахмат мира как бы когда считался да ну сам бог велел а какие вот основные проблемы в москве ловить вот еще про шашки расскажу да вот как раз да вот вот именно сейчас то стакусе во-первых спортшколы ну москве есть по шахматам есть отделение спортшкол 5 9 но это во первых малышев спортом больше учитывал я считаю в москве минимум в каждом округе по крайне 10 должна быть школу да но опять же в принципе в идеале опять же нам нужна отдельная академия как бы баскетболисты сделали себе вот и там же могли бы участвовать и шашисты и гор игроки год а по шашкам могу вообще нет вообще нет ни одного отделения при шашках есть при дворце конер но это в системе депообразования департамент образования вода по всеми департамент спорта ни одного вот как раз сейчас мы и писали письмо все президенты федерации лазарев шахматы это и по и bridge что нам нужна академия где и проводились бы и наши московские соревнования и всероссийские международные плода чемпионатов мира и европы ребят всемирные интеллектуальные игры в китай китай каждый год правой что мы мы не можем вот дальше дальше опять же большая проблема в шахматах постоянно приходится вот последнее собрание мы за этом какой-то вы присутствовали я тогда не успел а что там было то что некоторые обсуждали как-то так все это замяли проблема очень много недовольность трейдеров например часть родителей что вот эта система сейчас очень сложно например присвоить разряды но не надо не вероятно сложно не то чтобы сложно нет но в принципе опять же я сталкиваюсь можно да все это опять это надо заранее все в икп у меня у себя команда сушить работает на это ну честно говоря ну действительно да постоянно общаюсь общаюсь по этому поводу с исполнительной дирекции москвы ну опять же у них как бы свои они через москву спорту все это да ну я говорю ребята надо нам сделать так чтобы мы сами могли прислать разряд опять же выполняли ребята турниры не попали в икп что все надо провести разряды ревизию турнир где мы знаем экзамен организаторов все ребята пусть они включены до фигурки но у нас отчет и обрадает жизнь вот как раз у нас один хороший знакомый раз повторяю немного да 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 вот действительно нельзя так для чего даже сейчас мы делали программу каждая федерация спортивная доходится каждые четыре года до аккредитацию в москвом спорте но там еще и в своей федерации российской да ну в первую очередь москву в москву спорте вот и для того чтобы сделать программу развития участвовал до ушло на это но мы здесь все лет практически начали в апреле-май аккредитовались 11 августа кажется вот слушайте мы начинали 14 страниц вот это 76 если бы этот объем соответствовал тому объем финансирования который выделяет мужском спорт на развитие шашек москве ну а выделяет там как-то бы 250 тысяч ну вообще ни о чем выйдет что да где-то будем разбираться опять же как президент я надеюсь уже будет проще немножко нюансов и забраться чтобы действительно вот мы выделяем федерации которые активные да ну получается только замкнутый круг пока денег нет сложно провести активность да опять задача что департамента спорта департамента образования задача учить они лисит нас и ребятам как сейчас делается задача департамента спорта помогать развивать эти самые виды спорта я так это понимаю да ну вот и собственно опять же в шахмат сожди ситон те же самые абсолютно проблемы сейчас например да вот буквально вчера один тренер один сам клыш тренеров там газмейстер сам по шашкам чемпион мира по русским шашкам был вот пишет ну как нет трех ребята им ребятам не хотят присваивать там вдруг кандидат мастера спорта ну первый разряд почему потому что вот там же как согласно единиц и высоко классификации и вот выбор в разряд у тебя два года есть что подтвердить за два года ты не уложился все у тебя разряд слетает причем навсегда нет не навсегда но даже ты вот допустим первый разряд я не 2 остается вообще не остается вот это бред ну как ну всегда был у нас советский ну хорошо первый ты допустим датчик играл там и не очень не очень удачно играл ну хорошо 2 а то это было случилось как вот известный случай в 76 году корчной виктор львович который я кстати очень много партии все время сыграл на турнирах и германии в европе до когда в 90 годах дает на 2000 начале швейцарии напереда с кем играли в клубном первенстве страны вот когда он остался в голландии время турнира ну естественно стал диссидентом для наших чипенцы щепенцем да 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 вот и наши помню мы в парке горького шахтного клуба там все играли регулярно и там эти любители такие стражила это завсегдатой шутили не шутили рассуждали что вот и муж сняли с него указом красмейстер да ну кроме что прорегатива фиды бежал нет но все советские звали сняли красмейстера мастера спорта ссср это уже не это уже не звает разряд и вот они вот как тоже он теперь сняли на смесь ромастер ну кто значит ряд мастера а тут да но сильный вот такой забавный да ну вот европе же нет всего это вот это и по-моему лакиты бумажные вы же дорогой конечно не был поверг нет такой вообще сушки ну такой честно говоря ну я не знаю ненужной патриотической организации как минспорта департамент спорта региональных нож есть ярче пример раз и все 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 руках федераций черт частная инициатива участвовал гамбит мытищах в москве по 6 сколько они до каждые выходные это частная инициатива то есть они не особо заморачиваются этими рейтингами разрядами бумага но и и дела идут и нормальные все нравятся и как бы качество пошло уже до нарастающей ну тут опять много проводят тут что есть хороший организатор хорошая судейская бригада проблем нет конечно тут вопрос другом что вот опять что вот эти все таки чтобы нормально развивать должны быть и хорошие тренеры что я должен быть мотивированы а такая ситуация с разряда и вот почему тренер очень недовольны потому что не бросишь так что он разряд не присвоили от разряда зависит зарплата по школах ну и каких-то еще там бюджетных учреждениях зависит зарплата тренер чем у тебя выше разряд тем ты ученика тем ты уже более высокая этапа там все-таки расценки за какой-то замкнутый круг ну да нет я к тому что как раз сейчас я попросил там помощницу статистику сделать по виду спорта сколько присваивается сейчас сколько разрядников разрядов присваивается по разным видом спорта в москве вот потому что каждый месяц нас на сайте москву спорта выпускают до отчетность кандидата мастера спорта и первый разряд этот присваивается приказом министра спорта москвы рукой департамента а второй третий разряда ну тоже странно это все-таки достаточно любительский для 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 детей вот моих кто сейчас сильнейший москве это я это очень неплохо до 7 это 6 7 8 летних ребят второй третий разряд взрослой этого супер то но в принципе да это конечно по большому счету еще только начало большого пути для для 15 ребят по крайней тоже ничего вообще ну что это уже не башки уже не сможешь реально большом спорте вы здесь у тебя 15 лет все-таки что произошло на этом собрании в чем там проблемы в шахматом вот недавно в сентябре который было да а ну там там вопрос был что-то тут устав по которым мы жили до этого он собственно был не то что просрочен дело в том что когда новый президент федерации был выбран два года назад примерно в июле вы 19 года до а в декабре был принят новый устав вот в котором не было президент нас избрали как учебе сидимо вот а новую стать президент есть даблетный совет пять человек в куче президента вот и собственно опять же и надо было избрать совет какая проблема я вот вижу была основная что исполнить дирекция ну немножко вела свою деятельность скажем так не очень советовавшись президиум из-за этого есть ну опять же тут сложно все сказать действительно ложилась так что вот этот период но в принципе у исполнительной дирекции неважно любой федерации у нее собственно задача не столько развивать на самом деле чисто физически сложно а выполняет амплидарный план свой поэтому они выполняют вот сейчас была команда переноса москвы например сразу после теста брали это при паблицу один и близок в день робит ну что то что я хочу сказать в принципе это команда переста могла могла провести практически любая организация что например не понравилось мне там спонсором нашего нашей команды что 27 команд было пока вот в рапиде все платили взносы и всего три приза команд я же не будет там неважно даже какие размер там или что вот обычно когда вот мы проводим соревнования мы хотим что мы строим что все участники получили хотя бы там диплом по победы пристав журнал книжку вот кто то есть как бы праздник должен быть для всех а тут три команд награждают остальные 24 ладно там нет 10 команду там понять что три приза там но когда у тебя всегда эти боли они сами это оплачивать но хотя бы как минимальная туда же делание размерясь в самом знаке внимания вот то есть опять же если бы посоветовались да мы бы сказали нам что да хорошо будут все таки да как-то памятный там сделать и так далее ну и сам формат может быть да какие-то вот вот собственно в этом проблема что опять же я сколько я там сотрудниками дирекции разговаривал дашу надо какие-то вещи делать тоже ревизия разрядная ну а мы им это не надо то есть опять же но у них может я не глушь там они плохо работать не за это совсем просто у них голова в не другие задачи они этим не будут заниматься им это ругаться с теми тем же мужского спорта им это не не с руки и как бы дано сложно действительно вот поэтому да и я считаю что этот совет должны были быть люди которые постоянно в этой сфере потому что иначе учет смысл до смысл что будут которые просто будут голосовать за что-то опять же у нас два года в москве не работали комиссии не детская южская не катая ну ту резко и не судист этому поешься какой-то процесс шел там через семинаров мы сами следите на проводили да там же ахметов до что-то он реестр ввел да нет что-то что-то было но вот такой именно системная системная работа да именно не особо наблюдалось тем более в таком направлении как детский участок по нашу детский ушки самое главное направление огромное количество детей москве играет вот и конечно и тренический совет и детский южеская миссия нужны чтобы для сборных его для решения вот этих вопросов 1 1 очередных разрядами с включением соревнований в единый календарный план то есть вот но и система опять же вот что что я всегда когда-то даже не было создано комиссия в федерации именно по работе с округами то что я пытался сделать создал когда преподавал руку в кище в начале десятых годов там восточного уровня мы создали потом уже здесь я дом западного в москве это уже дружили нам вот учесть что это для москвы это ну огромный мегаполис ну как может федерация заниматься естественно нужно по кругам по районам кучка активиста активизм первенство те же как я это вижу полуфинал москвы это переносит округов 4 финал первенство районов вот ну тогда даже не живем в тех живут белладе чудо шашки нешний не зря они делают они же района по крайней мере свои там вот и опять же должна быть у нас система по занятий чтобы раньше как было все-таки сильнейшие ребята в белладе я способствовал что-то я стал пришел с беллади во дворец пионер мы там заняли первое место все финал был в дворце пионеров данный сервер уилда и ты у нас меня еще одного нашего мальчика из школы хорошего и он пригласил во дворец да то есть был все таки не скажу все было тогда тоже идеально оптимально там и свои проблем были но в целом все таки это была система да вот сейчас надо все-таки нам ее стараться опять создать я считаю хорошо давайте я с другой стороны сейчас зайду вы все-таки участвовали может быть не так активно как мне показалось политической акции были кандидатом в государственную думу какая вообще мечта у вас политики ну что хотелось бы вообще стратегический план есть какой-то идея вообще сейчас же кто-то уехал кого-то посадили ну ситуация ну для меня за объективы от политики нет слава богу что у нас еще дали слава богу что еще можно до выдвинуться неужели что-то можно сейчас такое пользу смотрите меня это уже собственно 3 вывод 4 года назад часто в муниципальных стал муниципальным депутатом в общем-то честно говоря сам не ожидая вот так сложилось что вроде да получилось да вот два года назад я участвовал в выборах мосгордумы тоже довольно очень неплохо выступая считаю второе место займа причем в общем-то их в тех районах в конкуренции серьезной борьбе до причем в одном из самых но есть не сам тяжелым опыт потому что новомосква чем в моих там в двух районах западного проспект вернадского и вот в сосенском новомоскве я у меня был большой преимуществом за счет каких-то отдаленных районов новомосквы откуда целую ночь навезли белый раз гонятных денег где не хватило даже наблюдателей послать до 50 километров все таки там больше 100 участков избирательных а вот больший ресурс нужны вот но по крайней мере да и что это полезно много знакомых среди депутатов по сгордумы той же я принял участие только видный не пришла что получили уникальный опыт да я считаю что . 1 да все-таки я из много общался с людьми собирателями да и раз опять же знаю теперь многих депутатов по сгордумы какие и вообще по-другому немножко смотрю до общаюсь мы уже смотрим почему для чего там эти выборы что опять вот бюджет что на что в первую очередь там выделять средств но я стал цели вставлюсь по муниципальной работе завтра у нас очередное заседание совет депутатов вот на нем мы на самом деле в москве несколько значит и меньшие полномочий даже по сравнению с другими депутатов других регионов но что у нас есть например мы согласовываем благоустройство вот допустим детские детские площадки районе да там шлагбаумы завтра будем обсуждать на 50 миллионов в району который целый пакет до чего что нужно ли что хотят сделать да вот мы как бы должны одобрить опять же нужно ли района 200 из какой какой стоимости или вообще считаю что важнее было бы поднять зарплаты тем же бюджетник допустим нашим да и тогда уже люди чтобы людей было больше денег и чтобы не сами решали что делать поскольку вот эти все действительно процессы приходит через и буду строить но то есть парк и бордюр не стоит но мы знаем насколько они очень-то скажем так имеет коррупционную составляющую давайте сейчас вас все-таки прошагнуть спрашиваю для нет назрачев из подольска в нашем чате конкретные вопросы дают какие есть в интернете хорошие видео обзоры основным дебютом и слянского интересует славянской защиты и соответственно испанской партии вообще вы смотрите видеоблоги ну конечно а кого насколько время как говорится такие случаи вообще-то google в помощь нет вы конкретно я могу отменивать к моего бывшего студента максима мариева когда вот я преподавал как начале он был таким был он выполнил фидер мастер чуть-чуть его не хватит в одном турнире выполнен пара вот я регулярно про него турниры для студентов в основном первую часть конечно у него огромный счет болельщиков да он же клим нас еще не очень известный гасмилин ридер до играть вчера как раз был так заходил вот правил наиграл то есть довольно ну тоже дома обдумали в такие вот мы здесь как думали даже приезжали специально из казахстана играли дубов междуна мастер выполнял даниил нижний кто которого в америке сейчас победили москопа там одно из первых наших бфб турнира когда нам 7-8 лет ему еще было забава поэтому в круговом еще сыграл снова 1 месяца вот ну то есть многие да очень вот и вопрос то а и когда и по обзорам вот и максима ридов фиде мастера фиде мастера ноутом как-то после окончания вуза сразу как-то катей скудеть ну понятно что москве это очень действительно известно что тренера неплохо зарабатывают на самом деле это еще в каком смысле еще и проблема поскольку сейчас конкуренцию ситуацию делали конкуренции доеду если нормальных тренеров и хватит желающих сниматься вопрос больше непрофессиональных тренера большая проблема которые приезжают часто из других регионов до делают красивый сайт стараюсь этом чемпион там придумать себе там имена пользуюсь тем что многие родители не знают где опять же это вот вопрос я федерации федерации вот почему федерации должна быть сильной федерация должна быть хорошую рекламу обычный мужчин да а это машин да ну они в любой деятельности ну так более скажешь прям не проблема может быть не так не но не поешь не не вселенского масштаба но тем не менее да эти проблемы для рейки которые занимаются потом вот а максим да вот мне нравится и оптором да периодически конечно вот а по дебютам вот очень много на левитов честно сошли за недавно по каракан как мистер смотрела дал тоже когда-то мы с ним да на курточки вместе немножко курировал да ну давно где-то он выступал помню машине ядом сам я только неплохо играл в этих обратных был известно нам среди играл тогда принимал участие вот я дошел до полуфинал кажется двухтысячных вот да так что научат ноги 1 месяц опять же такие плохие это надо действительно опять что он ближе сейчас все все легко очень в ютубе ютюбе найти можно найти видео до видео разные академии предлагают свои ну опять же действительно вопрос наверное еще не значит на языках можно найти много всего да тоже владеет соответственно армянитом хорошие пакет и видео делают тоже по дебюту мощах на самом деле вот очень очень важный момент что такой прогресс компьютеров не не бывало и скажем так он породил совсем другие теперь совсем другие требования тренера то есть если раньше как это не светодиона опять же помогли за вопросом был да нужно несколько тренеров да да вот это спрашивает ноги я многим всем спрашивать да даже сергей петашов ну из подошел да ну я знаю и кроме него постоянно вопрос бусируется а вот опять же зависит часто я знаю я пример чем вызов что допустим некоторые ну скажем так неплохо стоящие финансовые отношения или часто действительно себе то ли меняют они все пытаются найти как лучше тренера да правда условно да в принципе что в начале пути конечно большого смысла нет нет когда действительно бывает 1 2 3 4 с одной стороны другой стороны когда это уже действительно каких-то успехов ребенок добился может быть действительно имеет вот почему допустим я сейчас я радую за было академия чтобы именно вот был такой разделе один тренер допустим хорошо занимается какие-то темы до другой именно дебют и а сейчас я начал что говорить что из-за такого было прогресса движков шахматных часу тема дебютов совершенно по-другому ставится сейчас мы когда тут я помню каспаров мой хороший приятель шли недавно тогда ушедший юра нахаян многолетним соратником помощником каспарова горе кимыча до этого мы с ним играли скрыт за один клуб бундеслиги много общались вот и потом да когда уже он общался так немножко делился своими мыслями и говорит что у каспарова да было вот этот дебют мы закрыли вариант линию а сейчас происходит это да ну давайте тогда это проследовать счет там огромная работа там с паровой его помощников а сейчас это в общем то может практически любой нормальный да хорошо понимающий шахматист при его белом использовании движка вот действительно понять правильную может не закрыть понять где в каком дебют в какой системе куда лучше не идти да допустим черными белыми да где вот это не отменяет совершенно того что все равно то есть что шахматист должен владеть навыками безусловно видев всеми на это введение боя да и тактика и эншпиль но это как бы обязательно программа вот это дебют и сейчас как фигурка тайна обязательно произвольно сейчас получается для тех кто игроков тоже выходит на сильный уровень для их тоже необходима такая именно дебютная поддержка и сейчас кстати вот тренера дали часть почему например да тоже я знаю многих наших сильных шахматистов юных которые там играют уже на первые места без россии и уроку мира а у них да у них несколько тренеров но один допустим постоянно он какие-то работы на выборную над управлением конкретных там недостатков в игре тогда кто-то вот именно парень подножки дебютов старяда вот вот допустим готовится или конкретному игроку ну или турниру там допустим ставится просто поработан дебют и вот он просто подносит да а вот эти конкретные дебютные варианты как надо играть где в такой-то каком-то системе в каком-то варианте какой-то линии александр николаевич узенков из мутищ кстати издает вопрос по поводу произошла как переоценка то есть уже понятие пространство понятие инициативы матч альфа-зеро стоп фиш как вот вы это объясните ну да на самом деле тут опять же любая палка двух концах с одной стороны конечно мне жалко что я сам когда искусно теле не имеет ввиду да да я это как-то на свои деятельность раньше конечно было немножко мне как школьной формации конечно жаль что такая вышла что сейчас все все варианты да они практически готовятся помощью компьютеров раньше то мы все сами до суда до всего своему доходили я там придумал какие-то идеи до страдийский там тоже развивал и придумал может быть на какие-то усы совершенства развивал идеи там тебе 4 они которые потом до назвали наш вот мою честь да а в англии да ну да и теперь 4 по ней что риски ездят никаких других я смотрю давление там драконе и кто-то где основные два играл нефти если они два то не назвали таки двойник там честь меня еще был удивлен до называется кстати тут тоже интересная тема что я тоже помняю что-то говорил что фиды должно как-то навести порядок в этих системах интеллектуальная собственность за что мой хороший товарищ и пришел шедший пара месяц назад евгений или иные сверстника за что всегда боролся вот он назад самый дебютный а также вот за то чтобы здесь не присвоились кому почему прислали систему это тоже как бы все таки знак уважения вот так что собственно вопросу что да вот эти линии да и в целом вторая палка той стороны палки что действительно сейчас не благодаря как с другой стороны это у меня жаль как-то как-то жалко что нельзя сразу сергеевичем да но другой стороны стиль на компьютер нам сейчас открывают такие возможности которые мы даже не догадывались даже что александр сергеевич ухуджал была песня что релье я сам сидеть и думала этого морозильщина морозильщина тоже всегда мы поможем меня все-таки но тоже в общем да когда у него уже брось все-таки ближе хотя вот его стиль да вот можно сравнить может быть до его силы особенно там начало девяносто городов где там крыска битом приятных данным до молодил людей да именно вот с такими да которые открыли тут очень да очень но кстати опять же да вот сейчас именно очень важно действительно очень работать с никами именно на примере компьютерных партий то есть и куда не не деться от этого надо их показывать и партии программу дико не вчера у меня было занятие да я показала дочим в общем фантастическую партия думаю как посвященную хочу вот давно уже пози ну где-то полгода на из-за блоком силеном 5 компьютерных программ настолько но первых вариант не близок дебютный а вторых настолько да был настолько там почему ну первый ступишь офис но ее соперник тоже очень до конца боролся там вообще настолько чем очищается до человека уже давно в этом не туда так не туда бы вырулил а тут все это программа также сейчас на каких-то нюансов конце такой самый сильнейший программе ступишь удалось победить буквально там да за счет спитом как партия как жизнь все можно разбирать там месяцами где нюансы да поэтому совершенно и вот мы все листины поставить по старинке приходится я говорю связь по школе ну сушь на нужные вот нам нужны программы хорошие давайте меньше чтобы постоянно эти видео как ребятам что я же не могу все были там еще всякие там какие-то бумажки приходится да вот вот опять же если была академия единая она будет на всех вы пишите для десятиш отделение сложно а до 1 академии мы бы супер компьютером мега можно мега мозг можно было бы сделать вот я надеюсь что все таки удастся пробить продавить это дело хорошо с кем дружить из гроссмейстеров современных крепко так вообще есть настоящий друг пожить ну не друзья конечно есть самый хороший настоящий настоящий ну такие уже личные вопросы скажем так она не надеюсь что есть да там ну опять же матист они что можно сказать и косметики дали все-таки да это не команды и спорта да и больше дуальный да но тем не менее вот как всегда вот мы я могу отметить что и было сотрудничество и в этой степени творческой и тот же очень уважаю александр валерьевич хрифманом я его счет в первый раз мы с ним столкнулись в турнире полфинале чемпионата ссср 80 84 год август и сентябрь боржоми шикарное место грузия тогда вообще для шматиста была раем первость на закрыть первый секретарь ума и для у каждого участника свой спонсор 18 до 16 18 и что же эти спонсоры вам выкатывать ну помню ко мне каждый день приносили машина подъезжал на способа для этого завода а бугаря ящики с фруктами иначе не ну это так за кому-то кому-то может и покрепче нет у меня все-таки я уж не такой маленький был несколько голосе 22 года ну хорошо наш ничего более особо крепкого на на заключенном фуршете там даже у нас погаять многолетний тренер помощника полагали венч играл но он немножко таскать выжил из формы вот но это не был да а тогда вот на том турнире варен самов первое место займа саша халифман и второе для него был такой ужин с той поры пошел и взлет я третий четвертой кости холмов ума подмен дмитриевич вот уже тогда ветеран очень плохо и очень крепкий до кости асеев временно ушедший гургенидзе пуху тиванчик очень уважаем был играли играть месяц более молодые грады более молодые из тура зайчик и грифимов но они как-то вот не вышли а он вышел да там все человек выходил в первую лигу а вот и он на загрузку сказал что же такое москвичи лиграться на стыд а где мы там грузины должны не очень выстрелили вот ну да было конечно блестящее впечатление кара с ним данной сезон был на нефим тренером на этом турнире соседних номерах вот они постоянно крутили разинбаума и петельца впервые собственно на улице марата забавно может быть да тоже материал каком смысле вот так потом мы тоже неплохо как общаясь на сборах были совместны до москве и питере вот так что ну такие очень дружки отношения с алексей широв дважды веса чемпион мира да аж мазей чем тоже мы чем с ними в общем-то мяч такими творческими игроками как широк поделись меня в общем-то и счет неплохой мне всегда тяжелее поиграть с такими с ровным приждонами да как у юсупов 3 в бареев даже вот осиев до уртаски ради не ну своеобразно он больше все-таки брал основа я считаю работать работать до задницы задницы да не ну понятно что это все носители все это относительно но про детей-то многие вот почему-то я что завидовал на самом деле они всю партию могли сидеть тоже и сумму порту которую с детства знают мы играли ну он опять он нашим шесть ему конечно повезло в шесть лет он начал уже с дворецким 6 или 7 да нет может чуть позже но в шесть лет он начал заниматься дворце а вот через пароль и так почувствовали такой нелюжный талант для дворецка это был зададим самых первых опытов ну по крайней мере мы с ним за команду играли дворца несколько раз миша крыситков еще был до неплохая команда была вот вот они действительно просто не всю не то что здесь не заняться но они всю партию могли конституруют смагираться да и у меня вот чуть-чуть это все-таки не хватало мне не мог сидеть и чувством для мне приходил сходить да ну и знать да как вы сейчас немножко не хватало да ладно скольки вы еще планируете такую активную про профи шахматного этого деятельность ну опять шаг на хорошо тем что здесь можно да и тренировать ну сейчас видим уже транс не на самом деле уже про фаберок сложновато даже да нет ну я так пытаюсь играть ворки давать сейчас ну ну я хожу через туда просто хожу ну я не автолюбитель поэтому надо больше чем больше все таки до школа свой плюс есть в этом да и высоте поэтому и хватит причин что я думаю зачем заморачиваться да остаюсь много да все таки бешком за двигаться вот так данной федерански надеюсь что ветеранский шаг может быть получится нет на самом деле да просто уже сложно с молодыми особенно ты быстрый блиц уже конечно не та реакция да сказал поскольку совсем недавно еще с молодым играть там в дубае где-то да и надеюсь вам близки а вот еще помню 12 шипов даже удивился лидируем гайду кто виседать рядом санатов к этот момент сидел зашел плюс 1 на 2 лидера уже было плюс 2 подняться уже почти до призера но там обидно прыгал чуть-чуть ушел а блиц я помню последний раз 2014 чемпионат москву очень очень сильный состав был к реке первыми за я с ним плюс-минус имел но где-то все таки а победил таких саш товаризации он тогда второй мизер крещука мразевича многих других звезду было да и так далее да хорошо давайте наверно такой распространенный вопрос про не помню чего и карлсон говорим все таки что ваши оценки ваши прогнозы ну ну хоть что-нибудь пару слов нет вообще по идее все таки как мы видим что почему-то карлсон при всем его как бы вроде бы безусловно при превосходстве именно матч на первенство мира играет достаточно тяжело я помню я был сам нью-йорке там некоторое время когда он играл матч с карякиным видел как не просто кого проиграл не очень по делу ну да да и очень где-то если бы там серёжа каряки нашел бы там не сложный там трюк вечный шаг дата вообще непонятно как бы пришлось бы заказу последнюю партию выиграть ну опять же мы помню что и кроме ослепка граммик следа вот ну да и там вообще там у них столько этих историй чтобы рассказать баню с каспаром да нет ну конечно это особо это история на особую историю там не отыгрываются да тут не крайне крайних сектор отыгрался последней партии узнал минусы до ничем было достаточно для подтверждения чемпионства вот но поэтому я нет я к человек потому что тренд все-таки идет указан только за счет быстрых шахмат обыграл того же и коллеги не крова ну да так классики часов не показаны показано не было поэтому я думаю что не помню ничего нехороший шанс чуть-чуть даже больше шанс ну причем всегда больше мотивация скажем даже за счет мотивации я думаю брейки не у карвана была слабая мотивация вот они до почти выяснили матч но чуть не хватило но все-таки ну а тут для карус на третий матч но уже ручина надоело вновь надоело нет он молодец карусанчик пока держит форда по результату что точно через тоже давно опять же где-то все-таки момент что должно сказаться я думаю что ничто не вечно да хотя не ровесники очень да тут сложно опять же очень все может учиться все будет это было из таких нюансов совершенно факторов может дороги там мало и там что-то такое да где-то что-то какое-то во время принесенного снаряда опять же дебютного помощника в дату очень много факторов очень много фактов конечно да поэтому то я не знаю на кого бы я сейчас поставил нет но все-таки наверно чуть-чуть его поставил на на наших но чуть-чуть без большого давайте на этой оптимистической ноте завершим я надеюсь мы еще встретимся у нас в чате тренер всегда рад поделиться и тему это первый опыт наш такой да все технически получится но посмотрим ваши координаты мы оставим описание чтобы конечно правильно ответить конечно так что всем спасибо спасибо вам за интересное да спасибо нашему юному другу оператору